Можно добровольный вывод орудия, который он нашел и готовил? Да, конечно. Куда его? На стол прикладывается. Такой находки у Сергея из Новоалександровска еще не было. Несколько лет назад на отдыхе мужчина увидел возле камышей оружие. Ружье стояло прислоненным к дереву и, видимо, было оставлено забывчивым охотником. Сергей забрал двустволку, а потом из любопытства решил попробовать сделать обрез. На этом его интерес к экспериментам закончился, а оружие отправилось на чердак, где и лежало до недавнего времени. Разбирая старый хлам, молодой человек наткнулся на давно забытое и решил сдать ружье в полицию. Ну, если бы она у меня была зарегистрирована легально, я бы ее хранил, а так она мне не нужна. Чужое ружье мне не нужно. Было бы свое, я бы, конечно, хранил. А так, да, я ее привез, дал мне. Добровольно разоружившиеся ставропольчане в прошлом году сдали около 50 единиц оружия и боеприпасов. Для того, чтобы без последствий избавиться от подобных предметов, жителям края достаточно просто обратиться в ближайшее отделение полиции. Необходимо написать заявление и сотрудники полиции в установленном законном порядке изымут у него оружие. Граждане, добровольно сдавшие оружие, не подпадают под уголовную либо административную ответственность. За незаконное хранение взрывчатых веществ, патронов, гранат, пистолетов, винтовок и других видов оружия и боеприпасов человек может лишиться свободы на срок до трех лет. Ведь за это нарушение, напоминают в краевом главке, предусмотрена уголовная ответственность. В правительстве региона решили поощрять тех, кто самостоятельно сдает оружие. Уже три года подряд выплачивается денежное вознаграждение. В 2014 году мы около 200 тысяч рублей выдали людям, которые добровольно сдали незаконно хранящие оружие. В 2015 году сумма немножко меньше 180 тысяч и в 2016 году где-то порядка 140 тысяч. Отдельной строкой в бюджете Ставропольского края губернаторам выделена сумма 240 тысяч рублей. Сумма вознаграждения зависит от вида оружия. Так, за сданную гранату гражданин получит полторы тысячи рублей, за гладкоствольное ружье – три тысячи, а за пистолет – четыре. Однако стоит помнить, если оружие правоохранители изъяли, то добровольной сдачей это уже не считается.